Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC, передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня мы будем говорить об итогах деятельности страховых компаний Азербайджана в прошедшем 2021 году и нововведениях, которые планируются принять в этом секторе в 2022 году. В частности, поговорим о том, какие виды страхований сегодня наиболее популярны в нашей стране, какие риски они позволяют устранить, а также о цифровизации деятельности страховых компаний и о том, какие возможности это открывает. У нас в гостях исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Ильмар Мирсалаев. Ильмар Малим, здравствуйте! Добро пожаловать! Здравствуйте! И хотела бы начать с такого вопроса. Расскажите, пожалуйста, об итогах деятельности страховых компаний за прошлый 2021 год. Вообще, насколько он был успешным, насколько я знаю из статистики, в принципе, премии страховых компаний увеличились. Причем это касается как обязательного страхования, так и добровольного. Ну, то есть, наверное, достаточно позитивные результаты. Да. Правильно вы подметили. Итоги 2021 года я могу характеризовать как положительные, позитивные. Мы, основываясь на данные, которые были опубликованы Центральным банком Азербайджана, который является, скажем так, контролирующим государственным органом в сегменте финансового Азербайджана, основываясь на их статистику, мы видим, что 2021 год дал прирост в страховом рынке 16%. То есть, за 2021 год на страховом рынке мы видим вот такой вот подъем позитивный. Это очень радует и дает большие надежды на последующие периоды и как бы продолжать в том же направлении деятельность, которую мы ведем. Могу также отметить, что, наверное, будет интересовать, за счет чего этот прирост мог сам... За счет каких видов страхования. Да, за счет каких видов, за счет каких действий. То есть, вот хотел бы немножко вот к этому моменту я наше внимание прикрепить. Значит, в 2020 году был подписан меморандум между тремя органами. Значит, это Центральный банк Азербайджанской республики, это Ассоциация страховщиков Азербайджана и, значит, Бюро обязательных видов страхования. Между этими двумя, значит, органами был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по систематическому и последовательному осуществлению страховой грамотности, информировании, пропаганды и превентативных мер. Значит, в составе этого меморандума была утверждена трехлетняя программа, направленная на развитие страховой грамотности и повышение страховой культуры в Азербайджане, у населения Азербайджана. И эта трехлетняя, значит, программа, она состоит из трех этапов. Соответственно, каждый год это один этап. И первый этап, относящийся к 2021 году, дал свои положительные результаты, которые и привели к росту, 16-процентному росту. Соответственно, в 2022 году, то есть уже в нашем сегодняшнем периоде, приступается ко второму периоду. Первый период в 2021 году был более обобщенный. Туда в основном, значит, скажем, предоставлялась информация, связанная с наличием риска и вообще о форме, скажем, что такое страхование в общем, как работает страхование, механизм, в котором осуществляется, значит, работа страхования, и что существует в повседневной жизни каждого человека, значит, существуют риски, которые могут привести впоследствии к материальному ущербу, который и возмещается благодаря, скажем, страхованию, да, то есть, как бы, суть страхования в чем? Ее механизм заключается в том, чтобы в конечном итоге клиенту компенсируется материальный ущерб. Вот, поэтому, то есть, вот эти моменты, они были, скажем, в этом направлении было поставлено, первый год работы направлен, второй год мы будем более, скажем так, на шаг более углубленно знакомить наших людей, граждан Азербайджана с информацией о страховании, там уже будут идти информация о видах страхования, то есть, уже конкретно, какие виды страхования, какие покрытия, какие, скажем, внимание, на что нужно больше уделять внимание нашим гражданам, вот, и, соответственно, как бы, в этом направлении уже тоже 22-й год мы дали старт, и я надеюсь, что в конечном итоге, в конце 22-го года, подводя итоги, мы тоже будем наблюдать рост, тем более, что в области страхования в Азербайджане очень большой потенциал. Правда, мы, я вот этот момент хотел бы особо подчеркнуть, в обязательных видах страхования, у нас есть такой вид страхования, ответственности владельцев автомобиля перед третьим лицом, мы в этой области достигли стопроцентной пенетрации, то есть, мы полностью покрыли весь Азербайджан этим видом страхования, и мы даже в регионе вышли на первое место, то есть, мы, общаясь с коллегами соседних стран и другими нашими коллегами из других стран, мы, показывая наши результаты, определенно, скажем, с уверенностью можем сказать, что мы лидеры в этом направлении. Хотя у нас более, скажем так, нет желаемого результата пока в добровольных видах страхования, потому что для этого нужен все-таки период, у нас в Азербайджане само страхование пока еще очень молодое, скажем так, поэтому нужно время, чтобы у людей сформировалась правильная страховая культура, отношение к страхованию, ответственное отношение к рискам своим и, соответственно, к своим финансовым, скажем, базам. А все-таки какие сферы страхования, какие страховые услуги показали наибольший рост в прошлом году? Ну, смотрите, у нас в 2021 году, я могу вам привести такую маленькую статистику, в накопительном страховании мы, значит, имеем результат прирост в 68 миллионов монад. Значит, в обязательном страховании недвижимости у нас прирост по отношению к 2020 году 17 миллионов монад составляет. Также у нас, значит, есть такой вид страхования от несчастных случаев на производстве, это тоже обязательный вид страхования, там у нас прирост 10 миллионов монад составляет. А в добровольном автомобильном страховании, КАСКО, как именуется, у нас, значит, прирост наблюдается 3 миллиона монад. То есть, вот, если обратить внимание на цифры, мы видим, что в области страхования идет развитие. Я сказал бы, что достаточно большими шагами можно было бы это обозначить. Также я мог бы, например, сказать вам, ну, у нас страхование мы, как бы, обозначаем, есть традиционные виды страхования, не нетрадиционные виды страхования. В области нетрадиционных видов страхования у нас также наблюдается прирост. Я могу бы тоже привести, например, страхование инвалидности. Там у нас в 4 раза есть увеличение, значит, кредитное страхование, там вообще у нас очень такой рекордный рост, в 36 раз было увеличение, значит, есть такой вид страхования неизлечимых болезней. Там у нас в 2 раза прирост и страхование путешествия, потому как последние несколько лет мы живем в период пандемии, поэтому у нас страхование путешествий ушло из традиционных в нетрадиционные, да. Ну, учитывая последние годы, то, что вот сейчас смягчился режим и более-менее границы открылись, мы там тоже имеем, значит, зафиксированы в 2 раза увеличение вот этого вида страхования, продаж вот этих видов страхования. То есть, как бы, эти цифры говорят о том, вот как я только что заметил, что у людей формируется правильное отношение к страхованию, растет интерес к страхованию, и актуальность страхования, она становится более, скажем так, стабильной, устойчивой. Ну, вот вы привели цифры, и получается, что практически по всем направлениям страхования наблюдался прирост. Это потому что был спад в 2020 году из-за пандемии, или все-таки мы наблюдаем стабильный рост год от года? Вы знаете, самый интересный момент, что даже в период пандемии мы наблюдали постоянный рост. То есть, я бы сказал бы, что пандемия-то не смогла остановить развитие страхования в Азербайджане. Может быть, если бы, скажем, пандемии не было бы, рост был бы еще большим. Но, как я до этого отметил, у нас, потому как страхование само по себе является, скажем так, молодой отраслью, скажем так, поэтому у нас очень большой, я бы даже сказал бы, огромный потенциал в развитии страхования есть. И мы будем, если в этом направлении не сбавлять темпов, скажем так, мы будем, надеюсь, и в 2022, и в 2023 годах мы будем иметь большой рост в области страхования. А вот вы уже до этого упомянули о проекте, направленном на информирование населения о важности страхования, о том, какие риски это позволяет избежать или минимизировать. Можете подробнее рассказать, через какие каналы эта информация предоставляется и планируется предоставляться? То есть это через СМИ, это через страховые компании, банки, через что? Конечно. Значит, по меморандуму, который я только что говорил, подписанному меморандуму, у нас, скажем так, полномасштабная идет работа в области пропаганды страхования. Мы в этом направлении используем, скажем так, всевозможные каналы. Значит, мы и телевидение у нас здесь сотрудничаем с телевизионными каналами и с радиоканалами. Мы посредством радиоканалов предоставляем, скажем так, и больше, и более правильную информацию о страховании, о ее необходимости. Также мы используем все иные медийные средства. Также проводятся для журналистов даже, мы организовывали встречи, более правильную информацию о страховании преподносили журналистам. То есть в этом направлении очень большая работа ведется, активная работа ведется. Здесь используются и, скажем, рекламные пути в городе, устанавливаются на билбордах. Были сняты несколько видеороликов информационного характера, которые периодически на телевизионных каналах транслируются, в медийных, в этих социальных сетях они транслируются. То есть я бы сказал, что за последние много лет такого масштабного информационного предоставления информации в области страхования я не припоминаю. Поэтому, как говорится, и результаты соответствующие мы, которые имеем за 2021 год. И поэтому у нас надежды и, я бы даже сказал, где-то уверенность может быть, что есть, что в 2022 год тоже будет позитивным в области страхования, в развитии страхования. Тут все-таки, скажем, ответственный гражданин должен понимать, что своевременное правильное отношение к рискам может обезопасить его от, скажем, непредвиденных расходов, которые могут в корне изменить его жизнь. И поэтому, чтобы человек жил, скажем, стабильно в области, я имею в виду, в финансовом, да, своем, скажем, сегменте, он должен своевременно застраховать свои риски, с которыми он может столкнуться в повседневной даже жизни. То есть здесь речь идет и о недвижимости, и о автомобилях, о жизни, здоровье своем. Ну и уже есть более такие, например, углубленные там виды страхования, как накопительные виды страхования, которые помимо даже страхования являются частично, скажем, инвестиционными направлениями. То есть человек может и страховать себя, и за этот период свои финансы инвестировать, и, скажем, в дальнейшем с прибылью их вернуть себе. То есть, как бы, вот очень много направлений интересных, но нужно начинать с АЗОВ, поэтому, как бы, начиналось все с более простого предоставления информации о страховании. А сейчас, в 2022 году мы будем уже более углубленно предоставлять информацию. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти позитивные результаты, на Западе, если сравнивать, страхование, оно гораздо более популярно, гораздо больше людей приобретают страховки. Есть ли какие-то исследования, изучения по поводу того, какая разница в восприятии страховых услуг у нас и зарубежом? Вы знаете, мы периодически, скажем так, анализируем, да, собираем информации, используем опыт иностранных, зарубежных стран. Ну, в основном мы больше свой внимание, уклон направляем в двух направлениях. Это Турция и Россия. Почему? Потому что у нас, во-первых, схожесть рынков, схожесть, скажем так, характеров, менталитета людей, может быть, как-то вот просто, если будет так обозначить. Поэтому для нас вот эти два рынка, они очень, как говорится, похожи на наш рынок, поэтому мы часто обращаем свое внимание на их опыт тоже. По выплатам, да, что мы имеем? Мы имеем за 2021 год, по статистике мы видим, что по ОСАГО у нас на 17 миллионов монад страховые выплаты увеличились по сравнению с предыдущим годом. В медицинском страховании 11 миллионов монад у нас увеличение. И в КАСКО, автомобильном КАСКО, мы имеем 3 миллиона монад увеличения выплаты. Что такое страховая выплата? Страховая выплата – это свершившийся факт. То есть гражданин, человек, приобретавший страховой полис, в жизни пережил страховой случай, то есть у него произошел какой-то несчастный случай, он обратился в страховую компанию. Страховая компания ему возместила ущерб, который он понес в результате этого случая. И он уже испытал на себе, скажем, всю суть страхового механизма. То есть он уже не со слов, скажем, и не там с увиденного, а пережит ее в собственном опыте. Увеличение страховых выплат говорит о том, что увеличивается количество людей, которые пользуются страхованием как инструментом спасения, скажем так. Этот результат, он тоже показывает увеличение, что у людей правильно формируется отношение к страхованию, и что страхование актуально на сегодняшний день. То есть если не будет несчастных случаев и не будет страховых случаев, и не будут, соответственно, эти выплаты, раз это все реализуется, происходит, значит, риск, он присущ, скажем, каждому человеку, и никто не может сказать, что у него не произойдет какого-нибудь несчастного случая в жизни, и он не столкнется с финансовыми какими-то потерями. То есть вот учитывая этот момент, я еще раз говорю, очень молодое страхование в Азербайджане, поэтому немножко вот этот период, он, как говорится, поздно пришел, но сейчас вот эти с каждым днем обороты, они все больше и больше, и больше людей охватываются в этом страховом рынке, и, соответственно, мы можем сказать, что в какие-то ближайшие годы мы, может быть, определенно дойдем до той границы, которую мы сегодня поставили себе как целью, что в Азербайджане будет много застрахованных людей, а застрахованный гражданин – это финансово стабильно обеспеченный гражданин, то есть он является финансово стабильно обеспеченным человеком, и мы можем сказать, что в этом отношении мы будем, для нас это будет очень, как говорится, позитивно, мы стараемся вот в этом направлении вести свою деятельность. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие меры, кроме информирования, кроме реализации вот такой информационной кампании, могли бы повысить интерес и доверие населения к страховым услугам? Ну, в этом направлении интерес повысить у населения. Все-таки на первом месте я бы поставил бы это все-таки информированностью, все-таки постараться донести до людей о существовании вообще такого механизма страхования. Потом все-таки это именно вот благодаря передаче информации о страховании, правильной информации. Мы можем также, например, сюда отнести, показывать людям страховые случаи, выплаты, то есть чтобы они видели, что страховой случай происходит не с кем-то избранным, а с таким же рядовым гражданином, как и он сам. И поэтому здесь плюс сделать страховые продукты, скажем, более доступными и, соответственно, здесь более востребованными, скажем так, чтобы человек понимал, что все-таки страхование это то, что относится непосредственно к нему самому в его повседневной жизни, а не что-то, скажем, такое, к чему он не имеет отношения. Все-таки я больше здесь, это передача информации, правильной информации, передача, скажем, обозначения правильных направлений. То есть я все-таки на это делаю больше акцент, внимание, что людям нужно правильно и своевременно преподносить информацию о страховании. А поможет ли развитие этого сектора, этого рынка создание страхового омбудсмена? И вообще планируется ли создание такого института у нас в стране? Что касается страхового омбудсмена, да, я могу сказать, что эта практика показывает, что это важный элемент в звене, скажем так, страхования, потому как, вы знаете, скажем, спорные моменты, моменты недовольства, которые происходят между страховыми компаниями и клиентами, скажем, тем, кто предоставляет страховую услугу и тем, кто пользуется, они всегда бывают, скажем так, не в одном направлении, да. Бывает, что в случае, когда страховая компания неправильно предоставила услуги клиенту, бывает, что клиент был, скажем, необоснованно требовал какие-то, скажем, вот сам вот этот инструмент, он приведет к тому, что вот эти вопросы будут решаться своевременно, вовремя и, как говорится, в нужном звене, чтобы уже не доходило до судебных тяжек между клиентами и страховыми компаниями. Омбудсмен, я думаю, что сыграет положительную роль и в дальнейшем увеличение доверия к страховому рынку и своего рода увеличение страхового рынка тоже, да. Все-таки практика показывает, что это больше позитивно. Рассматривается ли возможность создания этого института? Обсуждается ли? Однозначно, конечно, рассматриваются, такие вопросы рассматриваются, но это очень сложная система, поэтому здесь как бы сказать, что какой срок мы сможем в Азербайджане применить это, я сейчас на этот вопрос не смогу дать ответ, но однозначно это рассматривается, да, потому как, как я еще раз говорю, мы часто обращаемся к зарубежной практике для того, чтобы развивать страховой рынок Азербайджана, и там это место имеет быть, да, то есть омбудсмен имеет место быть. Я бы также хотела поговорить с вами о современных технологиях, ну, они нас окружают, каждый день появляются новые, я думаю, что сферу страховых услуг они тоже не обходят стороной. Расскажите, пожалуйста, какие новые технологии сейчас внедряются, применяются в вашем секторе, и могут ли они изменить его? Конечно, конечно, инновационные технологические изменения, они всегда несут в себе, ну, это, скажем так, требования современности, необходимость современности. Я могу сказать, что в области страхования тоже постоянно ведется работа в области, скажем, автоматизации. Вот могу просто пример привести. В прошлом году, даже в конце позапрошлого, начало прошлого года, в обязательных видах страхования автомобильной ответственности, владельцев автомобиля, была внедрена автоматизация получения формы 4, да, это справка с госавтоинспекцией, скажем, о несчастном случае дорожно-транспортном происшествии автомобиля. Раньше это все было на бумажных носителях, писалось и передавалось клиенту, он брал эти бумаги, приходил в страховую компанию предоставлять информацию. Сейчас это происходит полностью в автоматическом режиме, эта вся информация загружается в базу бюро обязательных видов страхования, оттуда интегрируется в соответствующую страховую компанию, которая имеет отношение к данному случаю. Сейчас, вот, например, в области добровольного автомобильного страхования, КАСКО, вот эта автоматизация будет вести, применяться. Также недавно, например, автоматизировалась система выдачи, то есть грин-карты тоже в обязательных видах страхования, они информировали, то есть уже не нужно будет, то есть, скажем, и в Турции, и в Азербайджане одна общая база будет, это тоже, как бы, насколько упростило этот процесс. И также сейчас, например, в последние годы очень часто внедряется многими страховыми компаниями возможность приобретения страхового полиса путем онлайн, то есть через мобильные приложения или сайты компании, то есть это все раньше, опять-таки говорю, из бумажных носителей переходит в электронный формат. Также, например, здесь мы можем сказать, насколько ведется, автоматизация приводит к упрощению, скажем, самого процесса, который происходил, то есть и по времени сам тоже урегулирование страховых случаев уменьшается по времени, благодаря вот этому. И также в этом направлении ведутся большие работы сейчас, вот Центробанком была предоставлена информация, что будут вводиться изменения в системе регулирования обязательных видов страхования автомобильной ответственности, владельцев автомобильной ответственности, ОСАГО. То есть уже там, как предоставлялась информация, раньше вы, приобретая ОСАГО, значит, и попадая в несчастный случай, ваш автомобиль ремонтировал страховая компания виновника ДТП. То есть вы, приобретая ОСАГО у одной страховой компании, не знали, кто будет, скажем, кто причинит вам ущерб и кто будет ремонтировать ваш автомобиль. Сейчас, например, вот благодаря тем изменениям, которые объявлял Центробанк, их будут внедряться в ближайшее время, сейчас ваша страховая компания по ОСАГО сама будет уже как бы ремонтировать ваш автомобиль и потом требовать возмещения у другой компании. То есть это приведет к чему? Это приведет непосредственно к, скажем, улучшению отношений клиента и страховой компании. То есть вот эти изменения тоже, это тоже зарубежная практика показала эффективность этого метода, поэтому в Азербайджане тоже было принято решение применить данную систему урегулирования убытков. То есть вот такого рода изменения, они тоже приводят и к развитию, и, скажем, повышению качества предоставляемых услуг со стороны страховых компаний своим клиентам. Давайте немножко поговорим о прогнозах на этот год, который уже наступил. Ожидают ли вы дальнейшего роста рынка или все-таки вы думаете, что в этом году не удастся достичь тех же результатов? Нет, я ожидаю все-таки, ожидаю. Я даже скажу, что, как я ранее отмечал, где-то даже у меня есть уверенность в том, что будет, потому что, как я сказал, потенциал очень большой в этом направлении. А на какие сферы страхования вы возлагаете наибольшие надежды? Я здесь могу, как бы, обозначить несколько направлений. Все-таки это страхование недвижимости, это страхование от несчастных случаев на производстве. Вот это направление очень актуальное, востребованное. Я здесь, как сказал, здоровье, да, третье направление. И все-таки это накопительные виды страхования, которые тоже очень актуальны. Как я до этого отметил, это и страхование, и в то же время инвестиционные, скажем так, направления для клиентов. Эта система у нас в Азербайджане очень хорошо поставлена. И благодаря поддержке государства в этом направлении она очень актуальна и востребована. А планируются ли какие-то новые страховые продукты, страховые услуги? Планируется ли их внедрение в ближайшее время? Новые страховые продукты будут всегда. То есть, как бы сказать в этом направлении, то есть, любая потребность рынка, современного рынка, она приводит в конечном итоге к продукту, предоставленному страховыми компаниями. Элементарно могу вам такой пример привести, что в период пандемии, например, страховыми компаниями были разработаны продукты, покрывающие расходы, если вы заразились или заболели коронавирусной инфекцией болезни. То есть, например, такого продукта ранее не было, но своевременно он приобрел свою актуальность. Я скажу, что даже такой где-то был востребованным продуктом. И, соответственно, современные тенденции ведут к тому, что, скажем, современная потребность рынка, она приводит к производству новому продукту. То есть, должен быть спрос, и, соответственно, к нему будет подготовлено предложение со стороны страховых компаний. А в целом, какие-то еще нововведения планируются в этом году? Ну, я вот то, что вам отметил до этого по поводу урегулирования убытка в области ОСАГО, это очень большое нововведение, которое будет применено. И если его сможем быстро реализовать, это даст большой толчок для развития страхового рынка. И я, говоря о развитии страхового рынка, здесь я не подразумеваю, что только мы об интересах говорим страхового рынка, что растет страховой рынок, и ему хорошо. Нет, говоря о страховой рынке, я подразумеваю всех участников. То есть, это и клиенты, которые покупают страховой, и страховые компании. Развитие приводит к тому, что и клиенты, и страховые компании являются, скажем так, выгодоизвлекающими участниками. Поэтому при развитии, при применении данного нововведения, при развитии у нас будет увеличено и довольство клиентов, и, соответственно, страхование будет иметь более широкое покрытие, и в итоге выигрывают все. А планируется ли пересмотр тарифов и сумм страховых платежей в этом году? Ну, если говорить об обязательных видах страхования, то изменения тарифов не планируются на этот год. То, что касается добровольных видов страхования, то это индивидуальные подходы. То есть, соответственно, там тарифы выстраиваются в коммерческих, скажем, индивидуальных системах. Но про обязательных видах нет. На этот год пока что планов на изменение тарифов, пересмотров, такой информации нет. А что касается добровольных? По добровольным, как я сказал, это индивидуально, это каждая страховая компания сама выстраивает, скажем так, свою тарифную систему. Они, еще раз и говорю, там, если речь, мы говорим про страхование автомобиля, каско, то, соответственно, тариф данного продукта зависит от себестоимости автомобиля, который страхуется, или же, соответственно, если речь про недвижимость, в зависимости от цены недвижимости, степень ее риска, выстраивается ее тарифная сетка. А по обязательным видам страхования, там, как мы знаем, фиксированные страховые суммы и, соответственно, фиксированные страховые покрытия. Ну, например, я вам могу привести пример по обязательным видам страхования недвижимости. У нас там какая-то тарифная сетка, значит, для Баку это 50 монат фиксировано, вне зависимости от стоимости, а страховое покрытие до 25 тысяч монат. Значит, в Сумгаите и Гянджи, крупных городах, это 40 монат, и нахчеване 40 монат, и страховое покрытие 20 тысяч монат, соответственно. А в других регионах Азербайджана, значит, эта сумма составляет 30 монат, и, соответственно, страховое покрытие 15 тысяч монат. То есть, оно там не зависит от стоимости вашей недвижимости, вы приобретаете обязательный вид страхования недвижимости, если вы в Баку живете за 50 монат. И в случае несчастного, скажем, происшествия несчастного случая, страховая компания покрывает вам ущерб до 25 тысяч монат. То есть, если у вас до 25 тысяч монат произошел какой-то случай, это оценивается ущерб и компенсируется до 25 тысяч. В добровольных видах там система работает иначе, то есть, там в зависимости от вашего стоимости вашей недвижимости и, скажем, степени риска, то есть, оцениваются все риски, которые могут быть причинами несчастного случая. И там индивидуально выстраивается цена, которую потом клиент и оплачивает. И, наверное, последний вопрос у меня будет. Вы уже упомянули о том, что активно ведется работа по цифровизации услуг, переходу в онлайн. Какие меры в этом направлении планируются в этом году? По автоматизации? Ну, вот сказать конкретно, что вот именно поставлена задача для реализации для 2022 года автоматизации в определенных направлений. Сейчас я не смогу вам ответить на этот вопрос, конечно же. Но, опять-таки, все возможные усилия для этого прилагаются. Почему? Потому что я хочу сказать, что почему не могу ответить. Потому что, вы знаете, это автоматизация, это, скажем так, процесс, работа, который не только проводится страховыми компаниями. Здесь принимают участие все другие даже госучреждения и государственные органы, которые каким-то образом являются, скажем так, работают вместе с страховыми компаниями для урегулирования. То есть здесь я, как вам до этого сказал, автоматизация формы 4, это не автоматизация в страховой компании. Это автоматизация, которая была проведена при Министерстве внутренних дел, то есть Госавтоинспекции, Министерство, Дорожная полиция, скажем, Министерство внутренних дел. Они автоматизировали свою систему, чтобы они могли ее, скажем так, эти формы 4 в электронном формате загружать. Потом уже они поступают в бюро обязательного вида страхования, которое тоже провело эту автоматизацию своего, скажем, процесса. После, уже на третьем этапе, когда происходит интеграция между бюро и уже страховыми компаниями, там уже страховые компании проводят. То есть, как вы поняли, по цепочке здесь, как я вам перечислил, значит, сколько, скажем, учреждений должны были провести эту автоматизацию. То же самое и в других направлениях, скажем, те госучреждения, которые также принимают участие в урегулировании, скажем, процессе урегулирования страховых случаев, они тоже должны, соответственно, проводить эту автоматизацию. Поэтому это комплексная работа и сейчас сказать, что конкретно на 2022 год у нас поставлена задача автоматизировать какое-то из направлений, я не смогу, но проводится. То есть, как мы только получаем информацию, что есть учреждения, которые готовы перейти на полную автоматизированную систему, соответственно, мы тоже производим процесс интеграции наших, скажем, IT-возможностей. То есть, в этом направлении все заинтересованы, все хотят, чтобы этот процесс был и он, как говорится, пошагово, поэтапно реализуется. Ильмар Малим, большое спасибо, что пришли. Спасибо за много интересной информации. Напомню, в эфире была передача «Экономика дня». С вами была Елена Косолапова. В гостях у нас был Ильмар Мирсалаев, исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана. Он нам рассказал об итогах деятельности страховых компаний страны в прошлом году, а также поделился планами по развитию страхового рынка на 2022 год. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok